Третья моя работа, которую я сделала в Гуанчжоу, это вы не поверите, но это был тот же самый конкурс красоты. Мне опять написали, это было через неделю после первого конкурса красоты, после той работы адской. Мне написали, Таша, у нас, короче, будет снова конкурс красоты, второй дубль, ты не хочешь приехать? Ну, типа, уже на один день без съемки, я такая, ну, базару ноль, все равно делать нечего. Я поехала, опять этих телок привезли, этих 10 девочек из других стран, которые вообще максимально немодельной внешности, вот с такими вот шопами. И они почему-то думали, что они такие крутые, раз их привезли, ну, их выбрали с Инстаграма. Короче, Инстаграм дивы, короны на башке, там вообще такие понты. Теперь у нас был реальный конкурс красоты, реально награждали. Я там сильно не старалась, я просто ходила туда-сюда, и я вообще никому не нравилась, потому что я была самой худой из всех. На мне все висело, и это выглядело очень глупо. Девочки, которые там, ну, в форме, на них красиво смотрелись платья, и они очень эффектно смотрелись на сцене, их награждали. И должны были наградить всех девочек, которые приехали, ну, как бы по моей логике, наградили всех, и наградили еще одну, которая была из России, которая приехала из Пекина. Девочка, которая работала, не знаю, как это назвать, танцовщица Гоу-Гоу, или там, что она делала в клубах, с такими вот, с такими вот наручными волосами длинными, с такими вот губами, с такими вот глазами. Очень глупая девочка, которая, над которой мы действительно очень прикалывались, она не понимала этого, и она делала, а, да, ммм, понятно. Короче, человек просто отбитый, она заняла первое место, и все девочки на нее очень разозлились. Это было очень смешно, я не знаю, короче, это было просто дичь. Мой опыт по фрилансу, я просто максимально охраневала от работ, которые здесь делаются. Хотя, с другой стороны, не закидайте меня камнями, не думайте, что я такая цаца, я действительно восхищаюсь девочками, которые работали здесь, которых я повстречала. По многим причинам. Начнем с того, во-первых, что они очень далеки от моделинга, они просто симпатичные девочки, скажем так. Не все, есть и не симпатичные, просто женщины, которые приехали сюда, в Гуанчжоу. Это было очень интересно, я их всех послушала, и, блин, это так круто. Каждая девушка приехала сюда ради какой-то цели, она что-то старалась. Кто-то приехал сюда как учитель, кто-то здесь учится и студент, у кого-то здесь уже дети, кто-то работает здесь парикмахером и параллельно подрабатывает моделью, вот на всяких ивентах и тому подобное. Блин, такая гордость, вы понимаете, что типа на самом деле вам ничего не стоит просто взять и приехать в Гуанчжоу. Ребят, я вам отвечаю, здесь девушки, которые далеки от модельных стандартов, они зарабатывают классные деньги. Здесь зарабатывают девушки, ну не знаю, ну две тысячи долларов, три и выше. То есть я не понимаю вообще смысл, зачем сидеть в России и Украине зарабатывать копейки, когда девушки просто приезжают сюда и они пахают. Они не сильно симпатичные, но они знают, как работать, они берут все работы, которые только можно. Кто работает в клубах, кто работает в Гоу-Гоу. Я не знаю, очень классные девушки, которых я встретила и я восхищаюсь фрилансерами, я восхищаюсь женщинами, которые работают моделью и в 30 лет, и в 36 я таких встречала, вот работала вместе с ними. Когда я делала шоу Supermodel of the World, я была самой молодой девушкой, всем было по 30, по 36. Они такие, знаете, мамочки, у которых уже есть дети и все равно, блин, это так круто. Они настоящие русские бабы, вот такие вот кремни, которые приехали, у которых есть дети, у которых есть проблемы, но они все равно пашут и, не знаю, это так круто, я просто так вдохновилась. Короче, зачем я снимаю это видео? Я хочу, чтобы вы поняли, что на самом деле в Китае крутятся очень большие деньги. Если вас что-то останавливает, если вы не хотите сюда ехать, если вы боитесь чего-то, то вот вам я говорю, пожалуйста, приезжайте сюда. Действительно, в Европе нет денег. Я туда, конечно, еще приеду, но там не то пальто. На работе я встречалась всяких девочек, которые вообще просто максимально отбитые, и они все равно зарабатывают бабки. А если ты симпатичная девушка с мозгами? Я встречала людей, которые работают преподавателями, которые приехали на контракты на полгода, они зарабатывают деньги, они параллельно подрабатывают моделями. Студенты. Здесь реально есть что делать, здесь реально крутятся деньги, и если вы боитесь, если вы чего-то, я не знаю, стесняетесь или нервничаете, напишите мне, я вам еще расскажу, что хотите, и действительно, не теряйте свою возможность, если у вас есть шанс приехать в Китай, зарабатывать деньги, то приезжайте, потому что, блин, это так круто, стольких людей я здесь встречала, у всех абсолютно разные истории, все работают здесь, работают здесь абсолютно все, и зарабатывают классные деньги. И я считаю, что это намного лучше быть здесь, чем сидеть в Украине, России, зарабатывать копейки, либо сидеть у родителей на шее, вот это вот вообще ненавижу таких людей, которые так делают, или же жаловаться на жизнь, у меня все так херово, у меня все так херово, да что ты вообще сделал, чтобы хоть что-то исправить? У меня нет денег, у меня проблемы в семье, у меня проблемы в отношениях, да бросай ты все и просто езжай куда угодно, чтобы приехать сюда, тот же Китай, и вообще приезжайте куда хотите, в любую страну, просто делайте хоть что-то для своей жизни. Если вам скучно жить, если у вас все достало, если у вас нет друзей, как вы думаете, если ваши отношения — это просто днище, меняйте все, езжайте, потому что путешествие спасло мне жизнь. Если бы не путешествие, я не знаю, что было бы со мной, где я была, я вообще не представляю свою жизнь без путешествий, и путешествие меняет людей. Новые люди, новый мир, окружающие — это все, это как... Это мое лечение, это меня спасает, и я хочу тоже помочь вам всем. Это как бы мой небольшой отзыв о Китае. Если вы хотите узнать мое мнение, то я бы здесь не осталась жить, конечно, я агитирую вас всех сюда приехать, изменить жизнь и всякое такое, но я не хотела бы здесь жить, потому что я не люблю китайцев. Вот сколько я не пытаюсь их полюбить, я не могу чисто вообще никак. Вот в Европу я хочу поехать даже потому, что там нет денег, но мне там просто устраивают люди, менталитет и культура. Китайцы бескультурные, здесь ты ходишь по улице, все рыгают, пердят и срут. И мне, как человеку с чувственной натурой, мне от этого очень плохо становится. Меня аж косит, когда возле меня проходит китаец и рыгает в мою сторону. Это просто меня передергивает, и я не могу к этому привыкнуть. Я в Китае вот уже три месяца, завтра я улетаю, но я не могу остаться жить в Китае, как бы я ни хотела. Я обязательно еще приеду в Китай, я уверена точно, потому что я еще не была в Шанхае, а я хочу попробовать рынок в Шанхае. Как там, что там, посмотреть, узнать. Но жить здесь и перебороть себя я бы, наверное, вообще никак не смогла. Я смотрю на девушек, которые здесь живут, я ими восхищаюсь. Я с китайцами просто не могу, они меня убивают своей тупостью. И когда ты им что-то говоришь, вроде простые вещи, и на тебя смотрит такое лицо, то я не могу. Или то, что у них все идет по правилам. У нас шоу до выхода 8 часов. Они мне красят губы. Я говорю, чувак, зачем ты мне красишь губы? Мой выход через 8 часов. Мне босс сказал. Я говорю, ну смотри, ты мне сейчас накрасишь губы. Я пойду их сейчас стру, потому что еще до шоу 8 часов. Я пойду кушать, я буду пить водичку. Зачем мне красить губы? Босс сказал. Он мне красит губы, я ухожу, вытираю и иду. Если вы в Китае, то, я не знаю, вам нужно заниматься йогой, медитировать. Вас китайцы будут очень сильно доставать. Если вы такой нервный человек, как я, очень импульсивный. Меня просто поначалу все очень сильно бесило. Меня чуть ли не до припадков, чуть ли не до тиков. Меня каждый вот, вот этот выброс китайский, меня вот так вот передергивало от их слов, от их действий, от того, насколько они тупят по-жёсткому. Потом, когда ты уже здесь поживешь долго время, ты к этому, конечно же, привыкаешь, но это очень сложно. Даже сейчас, спустя 3 месяца, мне очень сложно. Я пытаюсь никак не реагировать на китайцев. Я пытаюсь их как-то прощать и думать, что ну что ты с ними поделаешь. Ну, такие они люди, они не изменятся. Вот ты что-то ожидаешь от них, чтобы они по-другому сделают? А они так не могут, потому что для них это чуждо, у них такая культура. Ну вот, китайцы, они молодцы, они очень сильно прогрессировали в плане техники, но в плане культуры они отстали просто вообще далеко, вы понимаете? Если вы думаете, что украинцы или русские это безлаберный и бескультурный народ, то я вам скажу, это неправда. Если вы думаете, что очень много русских и украинцев рыгают и пердят на улицу, то всё равно это неправда, потому что в Китае, в принципе, в маленьких провинциях нормально идти с ребёнком, посадить его прямо на улице, чтобы он срал. Это нормально, в Пекине идти и отрыгивать на всю улицу, это тоже нормально здесь, и к этому нужно привыкнуть. Да, очень много минусов, но плюс один единственный. Здесь крутится очень-очень много денег, и я думаю, этот плюс перекрывает все китайские минусы. Как я уже и говорила, я завтра улетаю, я улетаю в Таиланд, точнее мы улетаем вдвоём с Валей. Мы сначала лечим на острова, отмечать Новый год, а потом мы летим в Бангкок. Меня ждут абсолютно новые приключения, да-да-да, это классно. Вообще мы как бы собирались в Корею, но Корея меня нагнула раком, и корейцы очень сильно затупили. Я сказала ещё, кто-то приехала в Пекин, что я хочу полететь в Корею сразу же после Пекина. Они долго думали, что-то собирали, какие-то там документы, долго тормозили. И потом они сказали, что типа дайте нам ещё месяц, мы такие, ладно, окей, поэтому мы приехали в Гуанчжоу. Мы ждали, 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 в итоге они отправили документы, и они отправили документы за 9 дней до окончания нашей китайской визы. А по условиям, чтобы получить корейскую визу, в китайской визе должно быть ещё 2 недели. Короче, всё настолько сложно. Мы звонили посольствам Гуанчжоу, посольствам в Пекине, посольству в Корее. Те сказали, что мы здесь не можем открыть визу, что нам нужно ехать в Пекин. В Пекин ехать целый день, целый чёртов день на поезде. Мы уже ездили, это был ад. Едем с Пекина в Гуанчжоу на поезде. Я ехать целый день, осталось ещё 20 минут, и всё. Вот видите, какие здесь интересные кровати. Здесь, как у нас, в России, в Украине только ещё 3-е есть. И вот так вот все сьёры, ты играешь, ходят. Не очень удобно, конечно. Зато дешевый сердитор. 60 долларов. Один билет стоит, эконома класса, 60 долларов. И я хотела день. А скоростные есть ещё, они в два раза дороже, ехать 10 часов. Но они там по 800, по 900 юаней. Короче, тоже дорогая с удовольствием. В поездах ездить. А на самом это вообще, я молчу, там просто 1500 лежит. Человек надо. Видно, что вы в тёплые места, да? Угу, наконец-то. Как тебе эта поездочка в 20 часов? Не самое худшее, что было в моей жизни. Это вторая по длительности моя поездка. Первая была с Берлина в Берлианск. Ехала два дня, четырьмя автобусами. А здесь день. Поездом и днем. Нормально, терпимо. Особенно если с хорошей компанией. Фильмы. И если мы ещё не думаем в заранее, в зале было вообще классно. Детями доширакая импетация. Эй, завтрак, здравствуйте. Приятного аппетита. Ну, походу, вторые и третьи, они продаются, потому что мы как бы купили вторую и третью. Но думали вместе, потому что поменяться с кем-то. А все первые какие-то, я не знаю, льготные, их всем поддавали пенсионерам. И все эти пенсионеры почему-то знакомы друг с другом. Это очень удивительно. Наверное, едут на какой-то курорт, может быть, я не знаю. Но у нас бабушка, которая с нами, она тут самая заправляла это. Она тут всем крутит. Потому что к ней все приходят и еду просят, она всем даёт. Ну, здесь вроде есть кондёры. Здесь не открываются окна, здесь есть некосек очень жёсткий. Все китайцы курят, все. И они курят, не доходят от этого тамбура. И везде был дым на протяжении всей ночи. Пока они не легли спать, оно как-то рассеялось. Короче, мы как никуляши люди страдали. Пошли бунтовать. Просили открыть окна. Согнал. Этот, сопроводитель, что его. Окна открываются. Ну, и мы лежали, дышали. Сигаретным дымом. Такое, конечно, удовольствие. Ты вкусишь эту воду пить нельзя? Это же там гормоны, да? Да. Но у неё только эта вода была. Эту воду пить нельзя. У неё и гормоны. Показательное выступление. Это был кошмар, там очень воняет, там все курят, там три полочки. Там очень, ну, я не знаю, вау, я еле пережила этот день. Вот в таком вот положении, сидя, смотря фильмы. Это было сложно, но мы ехали вдвоём, и это было весело. Ну, и, короче, всё там так напуталось, куча проблем, что в итоге у нас не получилось делать визу никак, из-за того, что корейцы слишком поздно отправили нам документы. И у нас всегда был запасной вариант, это тай. Тай! Самый запасной вариант. Почему? Потому что не нужна виза на первые две недели. Ты просто приезжаешь, заходишь в агентство, говоришь, hello, я модель, подписываешь контракт. Ну, мы так думаем, что будет всё так легко, и на это очень надеемся. И они тебе делают визу рабочую, и ты остаёшься. Поэтому, ребята, вас ждут влоги, ролики, что хотите из Таиланда. Следующие три месяца я буду в Таиланде, в Бангкоке. Если вдруг кто будет там, пишите. Погуляем. Если вас ещё интересуют какие-то вопросы по поводу фриланса, вы мне напишите, потому что, ну, я не знаю, я этот ролик снимаю абсолютно сумбурно, я не знаю, что вас интересует. Если вы мне напишите ещё вопросы под этим видео, то я обязательно сделаю ещё один ролик, мне не впадло, мне не сложно. И, да, естественно, я выставлю этот ролик после того, как я уже уеду с Гуанчжоу, тогда уже можно будет. Пока никто не знает, что я здесь нелегал. Расчисуй ты брови, и будь ты здоровья!